Здравствуйте, меня зовут Широк Иван Юрьевич, и я врач-стоматолог, ортопед клиники Рисмайл. Сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, как препарирование зубов. Препарирование зубов — это стоматологическая процедура, предусматривающая сошлифовывание поверхностных зубных тканей и придание зубной коронке такой формы, которая позволила бы беспрепятственно покрывать ее коронкой, виниром или любой другой конструкции. До недавнего времени препарирование зубов относили к числу самых неприятных и болезненных стоматологических манипуляций. Но в современной медицине препарирование выполняется под местной анестезией с использованием эффективных анестетиков, а также высокотехнологического оборудования, что позволяет сделать этот процесс минимально болезненным и минимально неприятным. Многие пациенты задают вопрос, возможно ли отказаться от препарирования и установить конструкцию прямо на интактный зуб. К сожалению, в наше время пока еще не существует таких технологий, позволяющих установить конструкцию на полностью необточенный зуб. Объясняется это тем, что до обработки опорный зуб имеет неправильную геометрическую форму. У него выпуклые боковые стенки. Также на желательной поверхности имеются некоторые фиссуры или канавки неровности, которые не позволяют обеспечить плотное привлекание коронки винира к эмали зуба. Наличие зазоров между зубом и внутренней поверхностью коронки не только мешает надежно зафиксировать конструкцию, но и также может в дальнейшем привести к риску развития вторичного кариеса. Также многих интересует, какой именно объем ткани сошлифовывается во время препарирования зубов под коронки. Для препарирования зуба под металлокерамическую или цирконевую коронку с желательной поверхности зуба или с режущего края сошлифовывается примерно 1 мм ткани, а с боковых поверхностей зуба от 0,5 до 0,8 мм, что является толщиной самой конструкции, которая будет установлена в дальнейшем на этот зуб. Также существует два варианта препарирования зубов. В первом варианте это препарирование депульпированных зубов и он происходит без анестезии, за исключением тех случаев, когда необходима установка специальной ретракционной нити, которая отодвигает десну от обточенного зуба. И второй вариант это препарирование живых или витальных зубов. В этом случае препарирование осуществляется обязательно под местной анестезией, для того, чтобы процедура была безболезненной. В дальнейшем обточенные зубы в обязательном порядке покрываются временными коронками, что позволяет сохранить от препарированной ткани зубов при временном состоянии, вплоть до покрытия их постоянно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok